Добрый день! У меня, может быть, странный вопрос. Почему Эйзенштейн в качестве образа Невского выбрал именно этого актера, Черкасова? Есть какие-то портретные способы у него? Портретов Александра Невского... Видимо, не сохранилось. Не сохранилось, да. Ну а вот некий дух, может быть, угадал, Григорьев, по-вашему мнению? Дух, думаю, угадал. Князь Александр Ярославич с 15 века, упоминаемый с прозвищем Невский, всегда был одним из самых знаменитых правителей в истории Руси и России. Уже в Средневековье он был признан святым. В начале 18 века был учрежден орден святого Александра Невского. В советское время – боевой орден Александра Невского. И внимание к этому князю и в исторической науке также было всегда значительным. В то же время есть ряд событий в биографии Александра Невского, которые вызывают споры и разноречивые суждения. Вот сегодня поговорим о биографии князя, об эпохе, в которой ему пришлось действовать, и об этих спорных проблемах. Александр родился в 1221 году в Переяславле-Залесском. Он был сыном Переяславского на тот момент князя Ярослава Всеволодича, который тогда, на момент рождения Александра, был вторым по старшинству среди князей Северо-Восточной Руси, Судальской земли. Александр был вторым сыном в семье Ярослава, но старший из сыновей Федор умер рано в 1233 году, после чего Александр остался старшим из сыновей. Первым его княжением самостоятельным был Новгород Великий. В Новгороде неоднократно княжил в 1220-й и первой половине 30-х годов. Его отец, новгородцы, приглашали к себе угодных им князей. Вот Ярослав несколько раз приглашался на княжение в Новгород. И, соответственно, Александр по долгу с детских лет ему случалось жить в Новгороде. И когда в 1236 году Ярослав, его отец, отправился на княжение в Киев, а Киев продолжал считаться главным княжеским столом на всей Руси в это время, Новгородское княжение он оставил Александр. И с небольшим перерывом, который пришелся на 1240-41 годы, Александр это княжение за собой впоследствии сохранял. В 40-е годы после Батыева нашествия на Русь Александр выдвигается уже в число наиболее значительных русских князей. И в 1249 году Александр получил, ну, в это время уже по воле правителей Монгольской империи, о чем отдельно потом мы поговорим, получил княжение в Киеве, что означало, что он признается старейшим, то есть главным среди всех русских князей. В 1252 году Александр получил другое важнейшее княжение, это великое княжение во Владимире на Клязьме, главный стол северо-восточной России. То есть вот в 50-е годы под его властью находились и Владимир, и Киев, и Новгород. И до конца своих дней Александр, собственно, был наиболее могущественным из всех русских князей. Наибольшую славу Александру Ярославичу принесли его две победы. Это победа над шведами на Неве в 1240 году и над рыцарями Ливонского ордена на льду Чудского озера в 1242 году. В 1240 году шведское войско попыталось войти в Неву. Ну, есть разные точки зрения насчет того, какова была цель этого войска – дойти до Ладоги. То есть Ладога – это были ворота как бы из Новгорода на Балтику. Или цель была другая – закрепиться на Неве и построить там со временем крепость. Но как бы то ни было, это была, собственно, первая попытка войти в Неву, то есть на новгородскую территорию со стороны шведов с 1164 года. И Александр, которому было 19 лет всего на тот момент, быстро среагировал на это событие и с относительно небольшим отрядом, включавшим его собственную дружину и небольшое количество новгородцев, нанес удар по этому шведскому отряду и вынудил шведов покинуть пределы Новгородской земли. Следующая попытка шведов закрепиться на Неве будет очень нескоро. Это 1300 год, через 60 лет. Тогда им удастся построить крепость на Неве, вот на месте современного Петербурга. И через год эта крепость будет взята русскими войсками под командованием сына Александра Андрея Александровича и разрушена. То есть это вот событие 1240 года, при том, что битва, конечно, не была столкновением каких-то огромных по количеству масштабных сил, тем не менее оно было весьма важным для сохранения целостности новгородской земли, за сохранение выхода из нее в Балтийское море. Что касается последовавшей войны против немецких крестоносцев. В 1240 году немецкими крестоносцами Ливонского ордена были захвачены и Сборск, и затем Псков. И Александр в 1241 и начале 1242 года, собственно, выполнил задачу по освобождению западной части Новгородской земли из-под власти немецких крестоносцев. То есть события эти были весьма значительные. Битва на Чудском озере, или «Ледовое побоище», как ее стали позже называть, она была кульминацией вот этой войны. Данные о потерях разнятся, но по сведениям самих ливонских источников, было убито 20 рыцарей ордена, и 6 оказались в плену. А рыцарь ордена – это высшая прослойка в этом государстве, и всего считается, что в это время в Ливонском отделении Тевтонского ордена было около сотни рыцарей. То есть потери составили около четверти, то есть весьма значительные. Александр одерживал и другие победы, не столь как бы запомнившиеся. Это над Литвой в 1245 году, над теми же шведами в 1256 году, когда он совершил поход в Финляндию, в то время уже заняты Швецией. Наконец, поход против того же ливонского ордена на город Дербт в 1262 году, в котором он сам не участвовал, потому что пришлось поехать в Орду. Но этот поход был им подготовлен полностью, возглавил его Дмитрий Александрович, сын Александра, в то время бывший наместником отца в Новгороде. Эпоха, в которую пришлось действовать Александру, была переломной в истории Руси, потому что как раз на его молодые годы пришлось нашествие войск в Ангольской империи. Это западный поход войск в Ангольской империи во главе с Батыем, внуком Чингисхана. Он был направлен не только на Русь, этот поход направлялся на Европу в целом. В совокупности это с 1236 по 1242 год. И результатом стало оформление зависимого статуса русских земель от монгольских правителей. Сначала от Монгольской империи, а затем уже фактически от западного Йоулуса, который принято ныне называть Золотой Ордой или Улусом Джучи по имени отца Баты. Надо сказать, что Александр в это время, когда, собственно, предпринимались такого рода шаги со стороны монгольских правителей по оформлению этой зависимости, и русские князья начали ездить к монгольским правителям, обыгнуждены были ездить за ярлыками, Александр еще был представителем младшего поколения князей. Он не определял политику в отношении монголов. Княжи жил в Новгороде, а старшими были, ну, главными, наиболее могущие все времена Руси, вот в первой половине 1240-х годов, были его отец, Ярослав Всеволодович, который в 1238 году стал великим князем Владимирским. Это Даниил Романович, князь Волынский, объединившим под своей властью Волынскую и Галецкую земли. И третий из сильнейших князей Руси этого времени – это Михаил Всеволодович, князь Черниговский. Так вот, в середине 1240-х годов выстраиванием отношений с воевателями занимались старшие князья. И для двух из них это закончилось трагически. Михаил Черниговский был убит в стапке Батыя, а Ярослав, отец Александра, был отравлен в стапке Великого хана под Каракарумом в Монголии. Об Александре Ярославиче монгольские ханы знали, и после гибели его отца, как свидетельствует находившийся в то время в Монголии посол римского папы Иоанн Лана Карпини, было отправлено посольство к Александру, предложение ему приехать в Монголию, чтобы якобы ему передали владение его отца. Тогда Александр не откликнулся на это приглашение, но позже, уже после того, как произошли похороны его отца в 1247 году, и младший его брат Андрей Ярославич отправился к Батыю, его ставку на Волгу, Александр также отправился следом за ним. Оба брата затем вынуждены были поехать в Каракарум, к Великому монгольскому хану, и в 1249 году получили там ярлыки на княжение. Александр на Киев и, как это сформулировано в летописи, получил Киев и всю русскую землю, то есть формальное главенство над всеми русскими князьями, а Владимир был передан Андрею Ярославичу. То есть вот такое разделение княжений. В 1252 году Александр получает и Владимирское княжение. На его брата Андрея было послано Батыем войско. Андрей бежал после этого. Он был какое-то время в Швеции, потом вернулся уже и стал князем Суздальским. Вот довольно распространена трактовка, которое можно встретить в литературе, что якобы вот эти события были следствием жалобы Александра на своего брата, что Александр сам пришел с ангольским войском и таким образом положил начало вот этим вот приглашениям Орды для участия в междоусобицах русских князь. Но на самом деле источниками эта трактовка не обосновывается. Она исходит из реконструкции событий, сделанной историком XVIII века Татищева. Татищев эту реконструкцию делал по аналогии с более поздними событиями, уже в конце XIII-XIV века, когда действительно князья нередко жаловались на своих соперников в Орду, хану, и затем посылалось войско, с которым эти князья и шли против своего соперника на Руси. Здесь что происходило? Батый сумел возвести на Великоханский престол своего ставленника, Мунке, и после этого ему были даны полномочия пересмотреть распределение княжеских столов на Руси. Соответственно, Александр и Андрей были вызваны к хану. Андрей не поехал, потому что не рассчитывал на благоприятный для себя исход. Александр приехал. После этого был отправлен отряд военный против Андрея Ярославича, а Александр пришел во Владимир уже после того, как эта военная акция завершилась. И в дальнейшем Александру приходилось считаться с фактом источника верховной власти в депределах Руси, неоднократно ездить в Орду. В 1262 году в ряде городов северо-восточной Руси произошли восстания против сборщиков Дании. Имел ли к этому отношение Александр, из источников не вполне ясно. Есть в одной летописи указание, что именно от него пришла грамота с приказом «Татар побивать», как это тогда называлось. Но это достаточно поздняя летопись, и насколько достоверно это известие, не ясно. Однако в том же году Александр отправился в Орду к хану Берке, который сменил своего брата Батыя к этому времени. Но не для того, чтобы оправдаться за это восстание, а с другой целью – отговорить хана от военной повинности отношений русских земель. Дело в том, что Берке в это время затеял войну с Хулагу, своим двоюродным братом, монгольским правителем Ирана, и предполагалось, что и русские люди будут участвовать в этой войне. Отговорить хана, скорее всего, Александру удалось, но это, собственно, последняя была поездка в Орду на обратном пути. Осенью 1263 года Александр умирает в городце на Волге. Существует такая и повторяется иногда версия об отравлении его в Орде, но прямых подтверждений в источниках она не имеет. Ну, тем не менее, это хотя бы предположение, которое на каких-то аналогиях основано, в отличие от другого гуляющего по просторам СМИ утверждения, будто Александр был приемным сыном Батыя. Ну, это чистый вымысел, на самом деле, восходящий к художественному произведению середины XX века. Под заголовком сегодняшней лекции избрана фраза «Исторический выбор Александра Невского». Что здесь имеется в виду и насколько такая подстановка вопроса оправдана? Имеется в виду выбор между признанием власти монгольских правителей и альтернативой возможной объединения против монголов с католическим Западом. Насколько реально была такая альтернатива? Действительно, после Батыева нашествия на Руси в Центральную Европу, в Западной Европе, в первую очередь в Риме, при дворе Папы Иннокентия IV, возникли планы распространения на Русь католичества в виде унии Римской церкви и Русской церкви. Как бы в обмен на согласие на эту унию от русских князей предполагался некий военный союз против монголов, которые могли угрожать новым нашествиям на Европу. И переговоры были затеяны как раз вот с князьями старшего по отношению к Александру поколения. Это Даниил Романович Галецкий, как его принято называть. Это отец Александра Ярослава Севдоровича. Даниил Галецкий формальное согласие на унию дал, но реальной помощи никакой он в результате не получил. С Ярославом Севдоровичем, отцом Александра, сложнее. По свидетельству папского посла к монгольскому императору плана Карпини, он вроде бы выражал согласие на унию, но реализовать это, естественно, не мог, потому что умер, не успев возвратиться на Русь из Монголии. И вот после того, как Александр, в общем, становится сильнейшим князем северной, по крайней мере, Руси, о посмертии своего отца, к нему начинают проявлять интерес со стороны папского престола. И в 1248 году Александру были направлены две буллы, два папских послания, именно с предложением заключения унии с Римской церковью. В первом вот указывалось, папа ссылался, например, его отца, который перед смертью якобы такое согласие дал, и упоминалось, что Александр не склонил шею перед варварами. То есть имеется в виду то, что он не поехал по первому вызову в Каракарум, который последовал ему сразу после смерти его отца. Из второго послания можно сделать вывод, что Александр перед отъездом своим в Орду, а он как раз в конце 1947 года уехал к Батыю, и, собственно, больше двух лет провел в поездке, сначала к Батыю, потом к двору Великого хана в Монголию. Можно полагать, что какие-то он несогласия, конечно, на унию, но некий нейтрально-благожелательный ответ он передал, вследствие чего второе письмо папы, второе послание было, так сказать, весьма оптимистично. Папа в письме изображал дело так, что Александр якобы дал согласие на присоединение к Римской церкви. Но на самом деле после своего возвращения из поездки по степям Александр дал решительный отказ на заключение унии, о чем упоминается в его житии, и больше никаких контактов с папским престолом не возникало. Можно ли говорить, что это вот такой некий исторический выбор? Но это будет определенным, конечно, преувеличением, потому что реально помощи от стран Западной Европы в деле борьбы с монгольскими завивателями поступить не могло. Там были, собственно, в самой Западной Европе разные силы, которые между собой враждовали, объединиться в какой-то, условно говоря, крестовый поход они не могли. Ну, тот же папа враждовал с императором Священной Римской империи и так далее. И, собственно говоря, Александр во время своей поездки 1247-1249 годов по монгольским владениям, во-первых, должен был убедиться в мощи монгольской империи на тот момент. Во-вторых, у него был личный опыт, конечно, негативный в отношении католического Запада. Это вот, в первую очередь, война против Ливонского ордена, захват Пскова временно и так далее. Но Александр, его отличие в том, что он сразу быстрее понял бесперспективность этих контактов и от них отказался. То есть все-таки о выборе можно говорить очень условно. Он действовал в соответствии с реалиями своей эпохи, был правителем прагматичным, ну и, конечно, в первую очередь останется в истории как полководец, который выиграл все те сражения, в которых участвовал. Что еще хотелось бы сказать? Иногда можно встретить такое мнение, что вот основные сведения о деяниях Александра содержатся в его житии, которое является памятником специфическим и может содержать недостоверные подробности. На самом деле, об Александре достаточно много источников, о его деяниях говорит. Это и летописи, в первую очередь, новгородская, которая писалась из года в год, то есть современниками. Это такие источники иностранные, как старшерифмованная хроника. Это Ливонский, собственно, источник, который подробно рассказывает о поражении рыцарей от Александра на Чудском озере. Это уже упомянутые послания римского папы. Это сага о конунге Хакане, вот как раз норвежская, где говорится о дипломатических отношениях Норвегии и Александра. А достаточно тоже редко упоминается такой факт, который оказал существенное влияние на последующую историю и Новгорода, и Руси в целом. Начиная с эпохи Александра, с 50-х годов XIII века, уже нет практики, когда новгородцы приглашают себе князей из разных русских княжек. С этого времени складывается практика такая, что новгородским князем признается тот, кто сидит на великокняжеском столе во Владимире. То есть Новгород стал считаться отчиной именно этих князей владимирских. То есть достаточно масштабные были деяния Александра, не только военные, но и политические. И очень точно новгородский летописец, когда говорил о кончине Александра, выразился, много пострадал за Новгород и за всю русскую землю. Ну, пострадал, в смысле потрудился, имеется в виду. Спасибо за внимание и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова